Сегодня под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году. Узбекистан обозначил четко выстроенную стратегию реформ, роста экономики, развития ее отраслей, задействование всех имеющихся резервов. И это становится все более актуальным, оправданным, учитывая неоднозначные, далеко не радужные глобальные тенденции. Модернизационные процессы в республике охватили все сферы, но добиться желаемых результатов можно только критически, рассмотрев нынешнее состояние дел и определив оптимальный форматор дальнейших действий. И в этом плане состоявшееся сегодня видеоселекторное совещание имеет особую значимость. Такого детального анализа развития экономического комплекса на макро- и микроуровнях и списка озвученных новых инициатив в истории Узбекистана еще не было. В 2023 году экономический рост в нашей стране составил 6%. В частности, зафиксирован рост на 6% промышленности, на 6,8% в серии услуг, на 6,4% в строительстве и на 4,1% в сельском хозяйстве. В этом году планируется увеличить объем волового внутреннего продукта минимум на 6% и довести его до 100 миллиардов долларов. На совещании обсуждены задачи и необходимые меры в этом направлении. Глава государства подчеркнул, что для этого требуется, чтобы в первую очередь работники экономического комплекса, находящиеся в первых рядах реформ, работали еще усерднее. К примеру, при росте объема промышленного производства добавленная стоимость продукции не превышает 40%. В основном это связано с зависимостью от импорта, высоким потреблением энергии и чрезмерными затратами. В связи с этим определено, что 2024 год станет для руководителей экономического комплекса и всех государственных предприятий годом эффективности и сокращения издержек. На примере ряда отраслей проанализированы возможности снижения затрат за счет оптимизации закупок и логистики, экономии энергоресурсов и цифровизации. В этом году комплексу предстоит увеличить добавленную стоимость на 45%, снизить себестоимость на 15% в крупных отраслях и в целом обеспечить рост промышленности на 7%. Предложено увязать деятельность руководителя экономического комплекса с месячными, квартальными и годовыми показателями эффективности KPI, пересмотреть численность заместителей. На совещании особо затронут вопрос финансовой дисциплины. В прошлом году отдельным государственным предприятиям не удалось обеспечить выплату в бюджет 8 триллионов суммов дивидендов и налогов. В Севдорнинской и Джизарской областях налоговые поступления увеличились на 20%, а в Хорезмской, Бухарской и Кашкадорнинской областях этот показатель не достиг даже 7%. Подобные случаи свидетельствуют о недостатках в работе руководителей и заместителей территориальных налоговых подразделений налоговиков в Махале. Поэтому указано на необходимость пересмотра налоговой системы и определены новые направления. Первое направление – функции по работе с 40 тысячами бюджетных организаций будут переданы от районов, вновь создаваемой межрайонной инспекцией бюджетных организаций при налоговом комитете. Инспекция будет полностью цифровизирована и интегрирована в электронную систему казначейства. Второе направление – в комитете также будет создана межрайонная инспекция по взысканию налоговой задолженности. Ей будут предоставлены те же полномочия, что и бюро принудительного исполнения. Благодаря этому можно будет перевести в Махалю еще 200 сотрудников налоговых органов в районах. Третье направление – будет создана отдельная система по работе с 80 крупными предприятиями и 35 коммерческими банками, обеспечивающими 50% налоговых поступлений республики. Для этого в составе инспекции по крупным налогоплательщикам создается новая структура, которая будет взаимодействовать с Министерством экономики и финансов. На Министерство экономики и финансов возложены задачи по обеспечению своевременности налоговых поступлений и предотвращению необоснованного увеличения затрат предприятий. Касательно таможенной сферы отмечено, что в прошлом году при ввозе товаров из-за рубежа были применены льготы на сумму почти 60 триллионов сумм. Однако анализ их эффективности не проводился. В связи с этим дано указание изучить все товары, ввезенные с преференциальным режимом. Еще одним источником для доходов бюджета является приватизация и продажа земли с аукциона. Однако 484 государственных активов, включенных в программу приватизации, не выставляются на торги. Например, десятки выставленных на торги зерновых предприятий остаются непроданными, так как их стоимость устанавливается неправильно. Кабинету министров поручено устранить недостатки и подготовить новую программу приватизации, призванную обеспечить 20 триллионов сумм доходов в этом году. В прошлом году от аукционов земли поступил 1 триллион сумм. Появилось 12 тысяч новых проектов. В целях расширения этой работы перед ответственными лицами поставлена задача до конца года разработать мастер-планы 70 районов, а в следующем году всех районов. Наиболее актуальным вопросом сегодня является теневая экономика. Анализ показывает, что большой объем оборота в сфере услуг, строительства и промышленности остается в тени. Главное, что государство заявил, что теневая экономика является препятствием для честной конкуренции и деятельности порядочных предпринимателей и обозначил дополнительные меры. В настоящее время борьбой с теневой экономикой и экономической преступностью занимаются 14 органов. В целях координации и усиления этой деятельности будут расширены полномочия департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Департамент будет обеспечен самыми современными средствами и опытными специалистами. При нем будет открыт научно-аналитический и учебный центр. При этом в Генеральной прокуратуре будет создано отдельное управление по теневой экономике и его региональные отделы. На совещании также обсуждался вопрос эффективности бюджетных расходов. В прошлом году были выявлены незаконные траты на 1,2 трлн сумм, а также недостача и хищение на 200 млрд сумм. Средства, выделенные на программы в области здравоохранения и сельского хозяйства, не были использованы в полной мере. Также участились такие случаи, как начисление заработной платы за несуществующего работника или фактически невыполненной работы, необоснованное получение суд и выплата премий. В связи с этим названа неудовлетворительная деятельность инспекции Государственного финансового надзора при Министерстве экономики и финансов. Принято решение о передаче данной структуры Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры. Поставлена задача взять под контроль правильность расходования 313 трлн сумм, предусмотренных в бюджете на текущий год. Актуален и вопрос снижения инфляции. В результате принятых мер инфляция в прошлом году не превысила 9%. Подчеркивалось, что продуктовую инфляцию можно обуздать только за счет увеличения производства продовольствия. Министру сельского хозяйства и хакимам даны соответствующие поручения. Обсуждены меры по достижению уровня инфляции ниже 9% в этом году. Также затронуты вопросы обеспечения стабильности банковской системы и кредитования экономики. Поставлена задача разработать программу снижения ставок по кредитам не менее чем на 2-3% на основе рыночных механизмов. На совещание особое внимание уделено вопрос обеспечения занятости населения. В этой связи подчеркнута важность эффективной реализации недавно принятой программы. Отмечалось, что учреждения профессионального образования, системы занятости и проводимая работа по внешней трудовой миграции не находятся на должном уровне. Перед Министерством занятости и сокращения бедности определены дополнительные задачи по устранению недостатков, обеспечению профессиональной подготовки населения и созданию рабочих мест. В завершении совещания руководители экономического комплекса министры и хакимы отчитались о своих планах на текущий год. Сегодняшнее совещание можно назвать историческим. Это и не раз отметил президент страны. Сегодня состоялся отчет экономического комплекса. Лидер Узбекистана дал конкретные указания каждому, что они должны делать по их направлению. Одним из важных вопросов обеспечения занятости. По состоянию на 1 января 2023 года было зафиксировано примерно 1,4 миллиона безработных людей. В результате проводимых экономических реформ в стране в течение года показатель безработицы на январь 2024 года сократился и составил почти 1 миллион. Где-то 978 тысяч человек. Глава государства остановился на важных аспектах, в числе которых исполнение недавно разработанной программы 5 миллионов прибыльных рабочих мест. Здесь будет уделено внимание вопросам, что делается в регионах, в отраслях, районах, городах и, самое главное, каким образом выявлять нетрудоустроенное население и обеспечение их работы, создание условий для того, чтобы они получали хороший доход. Узбекистан – страна с богатыми человеческими ресурсами. Наша задача – обеспечить эти трудовые ресурсы необходимым профессиональным обучением. Мы должны создать условия для них по изучению иностранных языков. Сейчас в зарубежных странах, особенно в Великобритании, Канаде, Германии, Саудовской Аравии, Катаре, необходимы высококвалифицированные специалисты. Они предлагают достойную оплату за труд. Мы должны обеспечить их социальную защиту, создать условия для упорядоченной трудовой деятельности. Получили конкретные указания и по этому направлению. Как будем организовывать эту работу в регионах? Будем обсуждать это ежемесячно. И каждый министр будет представлять отчёты и предложения лично президенту. На встрече глава государства дал конкретные поручения. Необходимо работать с предпринимателями, деятельность которых функционирует менее чем на 50% своей мощности и получившие с 2017 по 2019 годы кредиты в объёме 9 триллионов сомов. Нужно узнать, почему они не осуществляют деятельность на полную мощность. Имеет ли свой рынок сбыта? Почему им не удаётся производить конкурентоспособный товар? Будет оказана помощь по поиску новых партнёров и выхода на рынок, для того, чтобы предприятие заработало на полную мощность за короткие сроки. Кроме того, по рейтингу устойчивости были даны также важные поручения. Преференции и льготы будут представлены, исходя именно с этого рейтинга. Глава государства поставил задачи по изучению анализа и повышению эффективности выделяемых средств из госбюджета для социальной сферы в 2024 году. В частности, для сферы здравоохранения. Это развитие системы медицинского страхования. Президент определил новые направления работы на этот год, проанализировав реализованные пилотные проекты. Выражена необходимость реформирования сферы, разработки стратегий с участием экспертов Всемирной организации здравоохранения, представителей Всемирного банка. Будем вести большую работу по широкому внедрению в систему медицинского страхования. На совещании таможенным органам также был дан ряд поручений. Первое – это поиск дополнительных резервов и обеспечение поступлений в государственный бюджет. Борьба против теневой экономики и разработка предложений по этому вопросу. Нам необходимо давать ежеквартальный отчет президенту о результатах, создаваемых возможностей для предпринимателей. Было упомянуто, что руководство и заместители таможенного комитета будут оцениваться по системе KPI. В целях реализации всех поручений, во главе с председателем таможенного комитета, с участием личного состава, все инициативы будут выполнены в полном объеме. Президент разъяснил о внедрении совершенно новой системы в экономике. Она охватывает все отрасли, включая строительную индустрию, сфера услуг, предприятия бытового обслуживания, торговые объекты, а также вопросы, связанные с выделением кредитов и взыманием задолженностей. Ключевая цель – выявление возможностей дополнительных резервов и ресурсов. Глава государства обозначил задачи по сокращению теневой экономики, дал конкретные указания по эффективному использованию имеющихся возможностей. Среди них и привлечение населения к предпринимательской деятельности. Вопросы сокращения бедности и создания в городе Ташкенте одного миллиона новых рабочих мест в сфере услуг. Привлечение к малому бизнесу 169 тысяч человек. Особое внимание было уделено вопросам внешней трудовой миграции. В частности, если граждане хотят работать за рубежом, то необходимо сначала обучить и повысить их профквалификацию в центрах. Только после этого решить организационные вопросы с трудоустройством при содействии хокемиатов. Были также обозначены задачи по увеличению рабочих мест, дополнительных поступлений в государственный бюджет, развитию предпринимательства. Руководитель страны дал указания по созданию максимально удобных условий для представителей бизнеса, в частности, выставления земель, находящихся в госреестре, на аукцион для их реализации, использования пустующих участков, выносить все расчеты. Мы организуем в городе Ташкенте аукцион, на которых будут выставлены привлекательные для предпринимателей земельные участки и гособъекты. Сегодня же мы начнем работу совместно с предприятиями и банками в этом направлении. Определим первостепенные цели. В течение года поэтапно будем их выполнять. По всем направлениям утверждены дорожные карты. Учитывая задачи, определены и дополнительные установки. Внесем соответствующие коррективы в целевые показатели. После их утверждения будут предприняты меры по исполнению поставленных задач.